Ссылка на донейт в описании В Багдаде все спокойно, пели в старом советском фильме. На самом же деле в этом прекрасном крае никогда не было спокойно. Во всех смыслах. Тысячелетняя Месопотамия с центром в Вавилоне, Ассирия, господство халдеев, персидское владычество, завоевание Александра Македонского, римляне и снова персы. Как ни любой клочек земли Ирака, и там обязательно найдешь какой-то артефакт. Потому что на этой территории в течение многих тысячелетий проживали разные народы, которые сменяли друг друга. Там, как нам известно, проживали шумеры, там проживали ассирийцы, там проживали курды, там проживали арабы, там проживали и турки. И вообще эта территория Ирака, это, скажем так, как некая историческая площадка, на которой происходили разные, скажем так, завоевания. Она видела периоды рассвета, периоды упадка. К моменту рождения пророка, мир ему, территория современного Ирака принадлежала империи Сасанидов уже три века. Арабы называли это место Байна-Нахрейн, Междуречье. Топоним относился к той части страны, которая находилась посередине, между реками Тигр и Ефрат. Благодаря им почва была весьма плодородна. Отсюда и активная торговля, и постоянная миграция населения. В начале 7 века Ирак был самым этнически разнообразным местом региона. Персы, арабы, курды, греки. На этой территории встречались разные культурные, религиозные, скажем так, идеи, политические, экономические, разные потрясения тоже встречались на территории этой многострадальной земли. И кто только там не жил, и каждые народы, которые сменяли друг друга, они переменяли, как бы перенимали друг у друга разный опыт, культуру, архитектуру и так далее. То есть это очень такой интересный регион, интересная земля. И, к сожалению, она всегда была такой вот территорией волнений, скажем так. Там никогда не было так абсолютно свободно. Возможно, она была довольно свободна и процветала во времена правления аббасидов, которые избрали территорию Ирака для себя, как бы для своей династии, территории, где они правили. Всем остальным мусульманским миром, но в частности столица ихнего правления Багдада. Мусульмане пришли в Ирак еще в VII веке. Первый конфликт между местными бедуинскими племенами и сассанидами произошел в 634 году. Знаменитая битва у моста. К тому моменту во власти правоверных уже были хира и часть Месопотамии. Тогда они потерпели поражение, потеряв 4000 человек. Но не ослабли. Напротив, спустя три года армия халифата под предводительством Саада ибн Абива Каса совершает новый поход и разбивает персов при Кадисии. Арабы построили там такие самые известные города. То есть подвижники пророка построили там города. Саад ибн Абива Кас построил город, или основал город Куфа, который сейчас существует. Это город очень известный из этого города. А потом вышли много ученых, особенно в области литературы и грамматики арабского языка. Был основной другой город, он до сих пор существует. Это город Басра. Это два таких больших, скажем так, религиозных и научных центров были в свое время. Куфа и Басра. Они соперничали между собой. Так как ученые-языковеды Куфы, ученые-филологи-языковеды Басры между собой часто устраивали даже такие, так называемые, муназарат, то есть дискуссии и так далее. А на севере страны развивался Масул. Он стал базой местной администрации. Появлялись и другие селения и города. Таким образом, Ирак превратился в одну из важнейших провинций процветающего арабского халифата, который вскоре разросся до гигантских размеров. От Северной Африки и Испании на западе до Синда на востоке, нынешний Пакистан. Четвертый праведный халиф Али, да будет доволен им Аллах, перенес сюда правительственный центр, в город Куфу. Именно он стал местом первой в истории мусульманского государства фитны. После того, как Али был убит, его приверженцы, которые почитали его, любили его, последовали за ним, как бы после похорон Али, то есть могила Али находится в городе Куфа, до сих пор является это центром шиизма, постепенно в Куфе распространялся шиизм. И вот в Ираке, так как мусульманские мусульмане разделились на шиитов и на суннитов, в Ираке живо живет много достаточно шиитов. Хотя после этих событий центр управления при Амиядах переместился в Сирию, это не помешало плодородной иракской земле развиваться дальше. Потом это место для себя выбрали Аббасиды. Аббасиды – это вторая династия. Первая династия после праведных халифов, как вы знаете, являются Амияды. Амияды правили, в принципе, недолго. Потом их сменили или захватили власть Аббасиды. Аббасиды – это от имени Аббаса. Аббас – это дядя пророка по отцу и его сыновья, или сыновья его сыновей уже основали династию Аббасидов. И они построили, потом уже, впоследствии, их не один правитель, это Абуджафр Аль-Мансур, в VIII веке, он построил новый город, который назвал Багдад. Хотя в его время он назывался Дар-Уссалям, то есть город мира. Впоследствии он был назван Багдадом. И этот город стал центром, скажем так, столицы Аббасидского халифата. До пророка Мухаммада этого города в принципе не было. Багдад вскоре стал одним из прекраснейших и самых развитых центров халифата. Там велась активная торговля. В правлениях Аруна Ар-Рашида город достиг пика своего развития. Как раз после его смерти на территории современного Ирака начались новые конфликты. Уже среди мусульман два сына халифа – Аль-Амин и Аль-Мамун – не поделили власть и начали всеобъемлющую гражданскую войну. Весомая часть страны оказалась в руинах. Впоследствии Аль-Мамун все же смог вернуть Багдаду его величие, основав Адар-Уль-Хикма – Академию наук халифата. Однако впоследствии Ирак начал постепенно терять свое значение для самого исламского государства. Тем не менее, эта земля, скажем так, исторически мусульманскому миру дала много ученых. Ахмад ибн Ханбал, то есть я уже говорил вам, что, например, Абу-Ханифа родился в Ираке, умер в Ираке. Ахмад ибн Ханбал тоже родился в Ираке. И другие ученые тоже родились в Ираке. То есть Ирак во времена басидского периода, басидской династии, как бы стал центром уже науки, религии и так далее. Ирак был захвачен монголами, Багдад был разрушен, было сожжено много книг, было убито много людей. После освобождения от монголов город оказался под властью турок, а уже после Первой мировой перешел в руки англичан и оставался у них до 1932 года. Через 20 лет после этого в молодом Иракском королевстве произошла революция, а следом переворот. Большую роль стали играть курды со своими территориальными и социально-культурными претензиями. Отдельный урон нанес и кровопролитный конфликт с Ираном, длившийся 8 лет. А затем война в Персидском заливе и, наконец, американская оккупация и все, что за ней последовало. В ходе вторжения войск коалиции в стране был свергнут бессменный президент Саддам Хусейн. Но, как утверждают некоторые эксперты, произошло нечто не менее серьезное. Именно в этот период в Ираке стали набирать силу шиитские движения и неимоверно укрепилось влияние Тегерама. К Иракам постоянно правили суннитские правители, будь то халифы, будь то амиры. И последним является Саддам Хусейн. Хотя трудно его назвать суннитами или вообще верующим человеком, это другая история. Но, тем не менее, он считал себя суннитами. И вот после уже торжения американцев в Ирак власть перешла в руки шиитов. И сейчас правят там шииты. И, к сожалению, там довольно есть радикальные настроенные шииты. И, к сожалению, вот сейчас мы видим, что там конфронтация, там идет кровопролитное, скажем так, столкновение между шиитами, суннитами. Также Иран желает восстановить былое свое величие на этих территориях. И Иран всячески поддерживает до сих пор шиитских лидеров, шиитов в Ираке. И, к сожалению, в последнее время мы видели, к чему это приводит. Таким образом, по прошествии полутора тысяч лет на иракской земле вновь разгорелась фитна. Только на этот раз ее подогревает набирающая мощь соседнее государство. И одновременно заокеанская сверхдержава. Игорь Рябцев, канал Алиф.